В стандартной библиотеке Хаскеля существует и довольно активно используется тип данных, который часто пользуется для реализации своих представителей ключевым словом new type. Этот тип данных называется маноид. Вообще маноид это математическое понятие. Маноидом в математике называется некоторое множество с заданным на этом множестве ассоциативной бинарной операцией. Помимо этого требуется, чтобы в этом множестве имелся нейтральный элемент относительно этой операции. Давайте посмотрим, как этот самый маноид реализован в Хаскеле и каким образом мы с ним можем работать. Маноид это класс типов, который выставляет следующий интерфейс. Во-первых, это ассоциативная бинарная операция, которая называется MAP-PENT. Она действительно бинарная, она принимает два значения из некоторого типа А, которым наш класс типов параметризован, и возвращает значения этого же самого типа. Второй элемент интерфейса это просто элемент, который зовется MAMP-PT. Это как раз тот самый нейтральный элемент, который в классе типов маноид присутствует. Когда у нас задан элемент и бинарная операция, мы можем реализовать функцию MAMP-CONCAT, которая маноидальная конкатенация, которая организована следующим образом. У нас передается список этих элементов, а возвращается значение. Поскольку у нас есть и бинарная операция, и нейтральный элемент, мы просто можем свернуть, выполнить свертку, используя в качестве сворачивающей функции эту самую нашу бинарную операцию, а в качестве нейтрального элемента, в качестве инициализирующего значения, точнее говоря, использовать нейтральный элемент. Таким образом, у нас интерфейс класса типов маноид содержит три функции. Первые две, они задаются и определяют для конкретного типа поведения представителя маноида, ну, для конкретного типа с конкретной операцией, конечно. Что касается третьей функции, это дополнительная вспомогательная функция, говорящая, что для маноида легко описать стандартную свертку. Фактически ничего не нужно, если у нас есть список значений, являющих представителя класса типов маноид, мы можем ее легко и эффективно свернуть. Поскольку мы сказали, что операция должна быть бинарной и ассоциативной, а элемент должен быть нейтральный, то должны, очевидно, выполняться соответствующие законы. Эти законы класса типов маноид могут быть сформулированы совершенно естественным образом. Мы говорим, что для произвольного элемента x должно выполняться следующее. Во-первых, наш элемент mempty должен быть действительно нейтральным элементом для нашей бинарной операции. Таким образом, если мы передаем mempty слева, а x справа нашу операцию mapend, мы должны получить x. Это означает нейтральность операции, она не меняет значений любого элемента. Ну, скажем, для сложения 0 подобным поведением является. Если mapend это сложение, а mempty это 0, то такой закон всегда выполняется для произвольных чисел. Первый закон носит название левая единица или левый нейтральный элемент. Второй закон носит название правый нейтральный элемент. То есть, если мы к произвольному элементу справа подсоединяем с помощью нашей операции нейтральный элемент, мы опять получаем тот же самый элемент, который у нас и был. Ну, действительно, 0 ведет себя таким образом относительно сложения. Обратим внимание, что в определении класса моноид нет требования коммутативности. Для сложения это, например, выполняется, но не для любого моноида это так. Ну и, наконец, последнее требование. Это требование ассоциативности операции. Мы говорим, что неважно, каким образом дважды применять mapend к трём элементам x, y и z. Либо сначала применить к x, y, а потом к результату применить z, либо сначала применить y, z, а потом к результату применить x. Порядок, естественно, сохраняется, но расстановка скобок вот такая вот. Это свойство означает ассоциативность. Фактически, математическое определение моноида, оно как раз содержит эту тройку требований, как необходимую для того, чтобы соответствующая алгебраическая структура действительно являлась бы моноидом. Ну, после того, как интерфейс определён, следует перейти к реализации представителей этого класса типов. Самым простым представителем класса типов моноид служат, конечно, списки. Вот как может быть написан представитель класса типов моноид для списков. Мы говорим, что список является моноидом, при этом нейтральным элементом служит пустой список, а бинарной операцией служит операция конкатенации списков. Естественным образом законы для моноидов выполняются. Действительно, если пустой список мы прицепим с помощью конкатенации слева и справа от нашего непустого списка, мы получим этот самый непустой список. Ну и понятно также, что операция конкатенации является ассоциативной. То есть, неважно, каким образом мы сцепляем сначала список x со списком y, а потом список z, или наоборот. В любом случае у нас получится строка, составленная из x, y и z. После того, как мы объявили наш список моноидом, мы можем уже пользоваться бесплатно функцией mconcat, потому что для нее имеется реализация по умолчанию. Это на самом деле не что иное, как обычная функция mconcat. Мы могли бы ее отдельно определить, написав mconcat равняется mconcat вот здесь. Но можем ее не определять, и работает она все равно правильным образом. Ну, например, давайте мы зададим список списков. Поскольку тип A у нас в этом случае список, то mconcat получается следующим образом. Список списков он превращает в список. Ну и здесь я пишу список списков. Ну давайте не очень длинный напишем. Добавим там пустой список. И там 3, 4, 5, например. Ну вот функция mconcat, естественно, сконкатинирует все внутренние списки, вернув нам список сконкатинированных значений. Мы уже говорили, что числа являются маноидом. Однако с числами есть некоторая проблема. Числа слишком маноид. Числа дважды маноид. Числа маноид относительно сложения с нейтральным элементом 0. И числа представляют собой маноид относительно умножения с нейтральным элементом 1. А какое же значение выбрать по умолчанию? Ну здесь, к сожалению, нет никаких особых предпочтений. Иногда нам требуется сложение, иногда нам требуется умножение. Эти две операции, они, в общем, используются довольно часто обе. И нельзя сказать, что одна предпочтительна другой. Поэтому в Хаскеле принятое следующее решение. Для того, чтобы использовать числа как маноиды, их нужно упаковать в некоторые коробочки new type. Если мы хотим использовать числа как маноиды относительно сложения, для этого используется новый тип SUM. New type SUM это очень простая конструкция. Фактически это чисто интерфейсная вещь. Она работает так же, как identity. У нас значение типа А упаковывается внутрь контейнера SUM. Для упаковки служит конструктор данных SUM. А для распаковки служит метка поля GET SUM. Значение типа А просто лежит внутри этого контейнера. Теперь, используя этот интерфейсный тип данных, мы можем написать представителя маноида для чисел. Как это делается? Мы пишем представителя маноида для SUM, контейнера SUM, значение типа А, но на значение типа А мы накладываем ограничения, что это должны быть представители класса тип FNUM. То есть мы пишем представителя маноида для любого численного типа Хаскеля. Реализация очень проста. 0, как мы знаем, это нейтральный элемент для сложения, но мы вынуждены его упаковать в контейнер SUM для того, чтобы сохранить наш интерфейс. Еще раз напоминаю, что такого рода контейнеры существуют только в дизайн тайме. В ран тайме здесь будет лежать настоящий 0. Точно так же здесь. Каким образом мы можем написать MAPEND для этого контейнерного типа SUM А? Ну, мы просто-напросто берем, вынимаем из первого элемента, из первого элемента значение численного типа, из второго слагаемого значения численного типа, складываем их и упаковываем обратно в контейнер SUM. Хотя здесь имеется некоторый синтаксический шум, но, еще раз повторяю, он, это синтаксический шум чисто во время разработки, во время исполнения. Здесь просто стоит Х плюс У. Итак, представитель маноида написан для нашего класса типов, для нашего типа SUM. Ну, теперь мы можем пользоваться этим представителем маноид. Как им пользоваться? Здесь тоже имеется некоторый синтаксический шум, но давайте мы напишем SUM 2, дальше MAPPEND SUM 3. Ну, вот мы получаем пятерку, упакованную в SUM. Теперь половина работы сделана. Мы написали, описали числа, как представителя класса типов маноид, относительно сложения с нейтральным элементом единицы. Легко понять, как работает то же самое для умножения. Мы опять делаем обертку, которая зовется PRODUCT, и работает точно так же, как SUM. Ну, единственное, что конструкторы, имена конструкторов другие. И дальше мы пишем представителя маноида для PRODUCT численного типа A. Следующим образом, нейтральный элемент это единица, а операция MAPPEND на самом деле представляет собой операцию умножения. Ну, ровно так же, как с SUM у нас MAPPEND работает, то точно так же мы можем работать и с PRODUCT.